Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Василий. Мне за кадром, как всегда, помогает Евграф. Грустно и страшно. Ёрш. Сегодня мы готовим ёрш. Никто не хотел из нас готовить ёрш, потому что мы же, честно, пьём потом всё, что мы готовим, и поэтому мы очень долго на потом откладывали этот момент. Но, к сожалению, очень много людей почему-то просят приготовить этот коктейль. Никто не понимает, почему. Хотят посмотреть, как мы накидаемся. Если только, да, просто посмотреть, как пацаны нажрутся. Об истории этого коктейля сказать что-то очень сложно. Бытует такое распространённое мнение, что этот простой старый русский коктейль является такой некой ответочкой на коктейли аглицкий и всякие забугорные, слоистые. У нас, как бы, всё по-простому, но, типа, тоже коктейль. Говорят, купцы любили в конце обширного застолья и массового попоища всю еду в один тазик, как бы, когда уже всем напили, всем уже всё равно, и алкоголь тоже всё туда же. В смысле, не в тазик с едой, а в отдельные ёмкости. Купцы гордо называли всё это Ёршом. Почему Ёршом? История умалчивает. Ну, вот такая точка зрения существует, и мне кажется, она достаточно близка к истине. Мне кажется, Ёрш, потому что прочищал хорошо. Ну, может быть, кстати, да. Хотя, с другой стороны, может, рыба Ёрш, чёрт его знает. А я не знаю, как выглядит рыба Ёрш. Так вот, Ёрш. Даже у этого коктейля есть разновидности. Классический вариант – это взять рюмку, шот, стопку, налить туда водки, взять пивной бокал, налить туда пиво, опустить рюмку в пивной бокал и засандалить всё это залпом. Есть вариант, который называется ЧПОК. Классический гранёный стакан, 100 грамм водки, 100 грамм пива. Это для смелых и продвинутых пользователей. Те, кто всегда носит с собой флаг слабоумия и отвага. И есть всякие вариации на эту тему, которые можно найти в коктейльных картах всяческих разных и хороших, в том числе, баров. Такие, как «Голубинная бомба», «Последний мексиканец». Там очень много всяких названий. Сегодня мы сделаем два коктейля Ёрш. Один классический – это рюмочка водки бросается в бокал с пивчиком. Второй – мексиканский Ёрш, рюмочка текилочки бросается в бокальчик с короночкой-экстрочкой и добавляется туда лаймечка, чуть-чуть совсем дэшечку. И можно быть после этого в говнишечко. Но всё-таки менее опасный, чем классический Ёрш. Ещё есть несколько секретов приготовления. Мы сейчас обязательно их попробуем. Итак, что нам нужно? Бокал и пиво. Спонсор сегодняшней нашей программы, так как мы готовим Ёрша, естественно, «Жигулёвская». Я думал, что это самое дешёвое пиво будет в магазине. Ни хрена. Не самое дешёвое? Нет. Почём нынче «Жигулёвская»? Ой, 36-7, что-то такое. Вот так вот можно тоже открыть. Очень простой, на самом деле, фокус. Бантануться на вечеринке очень хорошо срабатывает. Одно есть маленькое исключение – так можно открывать только бутылки, которые откручиваются, потому что я видел людей, которые… Ну, в общем, да. Прижимаете горлышко и просто поворачиваете руку, и, собственно, оно прокручивается. Итак, бокальчик «Жигулёвского» отправляется в бокальчик «Невская». Как себе домой. Много рекламы, кстати, у нас сегодня. Да, а что делать? Попробуй купи стакан пивной без надписи. В смысле, нет, купить-то можно. Попробуй бесплатно его где-нибудь взять. И в стопочку наливаем водочку. Вторым спонсором сегодняшней программы является охлаждённая водка. Это я должен буду пить? Естественно, я не готов. Мне завтра на работу. Всем нам завтра на работу. Поэтому в студию для смертельного номера приглашается Евграф. Барабанная дробь. Я слишком стар для этого. Просто опускаем. Ничего страшного, дамы и господа. До свидания. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Да, под мышечкой можно занюхать. Нет, под мышечкой надо наоборот. Надо брать водку. И делать так. Это в зависимости от ситуации. Вот я надеюсь, что все многочисленные просьбы сделать Ерша обрели свое утешение а евграф покой на сегодняшний вечер обрел точно чтобы не отставать от евграфа сделаю себе ерша по-мексикански корона extra я думаю в мексике не знают о существовании мексиканского ерша я наливаю себе 03 и самое интересное что меня сегодня ждет ребята это не просто текила если бы это была текила то мое положение было бы выигрышным по отношению к евграфу который вынужден был засандалить по вашей просьбе водку с пивом что является большой глупостью я совершил тоже достаточно серьезную ошибку сегодня вместо текилы в нашем домашнем баре бутылочка мискаля мискаль это напиток из агавы и по сути это текила без последующей обработки он чуть-чуть пожестче и его характерной особенностью является то что в бутылочке с мискалем всегда плавает гусеничка или червячок и по традиции кто последний допивает тот в общем и выпивает червячка я настоятельно не рекомендую пить мискаля очень много потому что с него люди дурнеют появляется определенная агрессивность то есть он хуже водки в этом плане если не найдете мискаль возрадуйтесь выпейте просто текилу и у вас будет мисканский ерш далее смысл тот же самый за исключением того что мы отрезали две дольки лайма и одну из этих долек мы выжимаем в пивной бокал а второй из этих долек мы будем закусывать ребята до следующих встреч нет ребята выпивать я это не готов ну раз такой слушай какой жесткий лайм мне кажется лайм надо запивать вот этим они наоборот он суров на мискаль кстати отличается даже в пиве чувствуется разница между мискалем и текилой не присылайте больше никогда на таких заявок пожалуйста ерш вот эти вот глупости ни к чему она существует много прекрасных коктейлей пишите о том какие коктейли вы хотите чтобы мы сделали а вы попробовали во вконтакте в фейсбуке ищите нас на ютьюбе пейте с умом много хорошего разного и вкусного не только ерш с вами был василий меня за кадром помогал гимграф всем счастливо и упасть минут 10 тата 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 так это катца окей сейчас выльют